В рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память» 3 сентября состоялся международный диктант на тему событий Великой Отечественной войны в Московской области. В нашем округе мероприятие прошло на 15 площадках. Секретарь Ленинского отделения партии и глава муниципалитета Алексей Спасский отметил важность проведения подобных патриотических акций. Здесь же идет про историческую память, память поколений. И ты можешь прийти и перепроверить потом, открыть книгу или какой-то электронный ресурс для того, чтобы посмотреть правильно, неправильно ответил, освежить что-то в своей памяти. И вот это, на мой взгляд, гораздо важнее. За 45 минут участники должны были выполнить 25 заданий, включая 5, связанных с историей Подмосковья в военные годы. К написанию тестового задания все приступили одновременно. Старт был дан во время прямой трансляции, которая велась на официальном сайте мероприятия. Особенно важно, что основной массой участников акции стали школьники. Эта акция, в первую очередь, для меня – это память, память о наших предках, память о всех ужасных событиях, которые происходили, и то, что наша страна смогла пройти их. Я являюсь членом движения «Юнармия», и я очень рад, что это движение продолжает набирать обороты, и становится все популярнее и популярнее не только в нашей стране, но и в близлежащих республиках. Лично для меня данная акция является неким данью памяти нашим предкам, которые совершили великий подвиг не только для нашей страны, но и для всего мира. Ребята готовились к диктанту на уроках истории, беседовали со своими наставниками на занятиях движения «Юнармия». Есть очень сложные вопросы, и как раз увидев эти вопросы, и если кто-то не сможет на них ответить, это будет еще дополнительный стимул, чтобы еще глубже вникнуть в историю нашей победы. Присоединились к написанию диктанта депутаты, общественники и другие активные жители, кому не безразлична история своей страны. События той Великой войны, конечно, они всегда будут в памяти живыми, потому что это народная память, и чтить ее, и оберегать наша первостепенная задача. Помимо официальных площадок, написать диктант можно было в онлайн-формате. Всего участниками акции в Ленинском округе стали 3 115 человек. Результаты теста можно будет узнать в личном кабинете на сайте мероприятия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok